Добрый день! Меня зовут Денис Романов, как уже верно представили. Я руководитель проекта «Забытая Россия». Буквально несколько слов о нашем проекте. Проект существует уже более трёх лет. В рамках проекта мы проводим различные исторические вечера, мемориальные мероприятия, посвящённые в первую очередь событиям Гражданской войны, важнейшим годовщинам и в том числе, конечно, различным столетиям. Ну и вот уже за эти годы, пожалуй, порядка ста вечеров памяти было проведено, да и многие другие мероприятия тоже проходят. Я хотел бы, конечно, поблагодарить за приглашение на сегодняшнее мероприятие. И когда мне предложили выступить, я решил поразмышлять, какую тему избрать для выступления. И решил, раз уже конференция посвящена столетию завершения Гражданской войны, хотя сам термин завершения Гражданской войны вызывает, конечно, вопросы, потому что, как все мы прекрасно знаем, и в последующие годы были различные столкновения, и в том числе, пожалуй, самое знаменитое – это хрущёвские времена, растаял в Новочеркасске. Поэтому, собственно говоря, к сожалению, всё это тлело, тлело. Ну и, пожалуй, по крайней мере, как минимум в умах оно до сих пор не завершено. Вот это вот противостояние – это Гражданская война. Но, тем не менее, раз тема такая, то я посчитал, было бы логично рассказать о якутском походе генерала Пепеляева. Следующее фото, пожалуйста. Вот фото генерала Пепеляева, пожалуй, самое его известное. Оно было сделано ещё в начале Гражданской войны. Анатолий Николаевич Пепеляев – выдающаяся фигура уроженец города Томска, сам Сибиряк, правда, в первом поколении, как сейчас выразились бы, сын потомственного русского военного, потомственного дворянина. И в этой семье было достаточно много детей, и практически все были военные. Но сегодня не буду о каждом из них рассказывать. Буквально несколько слов о самом Анатолии Николаевиче Пепеляеве. Выпускник Омского сибирского кадетского корпуса, выпускник военного училища, прекрасно образованный человек в годы Первой мировой войны неоднократно был награждён, стал георгиевским кавалером, был одним из лучших разведчиков в своей дивизии. Человек обладал просто прекрасными способностями мышления, прекрасным талантом военным. И когда начинается Гражданская война, он находится всего лишь навсего в чине подполковника. Война для него началась в родном городе Томске, где вспыхнуло антибольшевистское восстание. Поэтому там начало было такое парадоксальное, чуть ли не анекдотическое, когда было принято решение, что надо выступать, собралась группа офицеров, собрались они в местном монастыре. И вот в этот монастырь явились чекисты для, соответственно, ареста монахинь, но вместо беззащитных монахинь, там строители офицеров, правда, не у всех этих офицеров было оружие, вспыхнуло столкновение, и вот почти весь наличный состав чекистов, которые там находились в городе, был ими истаревлен. Но затем, как известно, все восстание охватило Сибирь, этому и чехословаки способствовали. Правда, вот есть такая изнанка, скажем так, выступления чехословаков. Они выступили раньше, скажем так, того времени, когда крестьянское население в основной массе прочувствовало на себе, кто такие большевики, и созрело для выступления против большевиков. Поэтому вот чехословаки несколько вмешались в этот процесс. Но так или иначе, после этого сам Пепеляев формирует целый корпус, и с этим корпусом он добивается значимых успехов. И самое известное событие это освобождение города Перми, которое произошло в годовщину взятия Измаила суворовым. Поэтому Пепеляев получил прозвище Сибирский суворов. Ну, далее, собственно говоря, он становится уже и генерал-лейтенантом. До этого он был прозвен чуть генерал-майора. Но событие взятия Перми, оно самое знаменитое в жизни Пепеляева. Там около 20 тысяч пленных было взято, которых распростили по домам. И самый такой поимечательный момент. Пепеляев даже, можно сказать, нарушил распоряжение в отношении комиссаров. Он даже отпускает советских политработников, которых садят на поезд и приказывают вывести, но на линию соприкосновения с большевиками и попросту их отпустить. Ни одного приказа о расстреле Пепеляевым за все время подписано не было. И об этом говорили даже его враги, когда уже он находился на большевистском суде. Но об этом подробно говорить, конечно, не будем. И далее, соответственно, Пепеляев командует уже первой армией во время наступления Каучаковского, во время событий лета, осени 19-го года. И вот эта армия, она фактически, будучи переведенная на переформирование в Томск, во время Великого Сибирского ледяного похода, уже в боях не участвует. Ну и фактически в Томске она прекращает свое существование. Самого Пепеляева увозят в бессознательном состоянии. Он заболел Тифом. Пойдя в себя, он уже перебирается в Забайкалье с небольшой группой верных ему людей, а затем оказывается в Харбине, где живет с 20-го по 22-й год. Два года относительно мирной жизни в Харбине, где Пепеляев создает целые артели грузчиков, артели извозчиков, и сам также работает грузчиком, извозчиком. Самые, что ни на есть, обычные профессии он осваивает. Ну и вот, соответственно, там же у него появляется на свет второй ребенок. У него было двое детей. Старший сын Всеволод 1913 года и младший 1922 года. И вот там в Харбине летом 22-го года его, можно сказать, опять настигает гражданская война. Дело в том, что после того, как Каучак был расторен, после уже того, как вся Сибирь, Якутия и остальные полегающие территории были взяты большевиками под контроль, там устанавливается такой режим, что уже зимой 21-го года происходит массовое восстание в Западной Сибири. Это восстание подавлялось жесточайшим образом, поэтому в восстании принимали участие основа восстания это колестьяне, вчерашние бывшие красные партизаны и некоторые оставшиеся там каучаковские офицеры. То есть, такой парадокс, что эти вчерашние враги, вчерашние красные партизаны, колестьяне обращались к офицерам, которые выжили и там находились с просьбой их возглавить. Вот, собственно говоря, к чему они пришли, местные жители, после того, как власть была занята большевиками. И некое подобие всего этого происходило и в Якутии. Поэтому в Якутии 90% населения это якуты, 10% населения русские. И поэтому там все еще появилось такой, скажем так, межнациональный можно сказать, конфликт, потому что якуты воспринимали уже даже отчасти всех русских как своих врагов, потому что, собственно, большевики были в основном не якутами, скажем так. Ну и вот, собственно говоря, Якутию всю Якутию восстание летом 1921 года охватывает. Это восстание там происходит достаточно яростное, достаточно кровавое, потому что якуты доведены до поедела, до отчаяния, и якуты занимают фактически большую часть территории и осождают якутск, восставшие якуты во главе с Коробейниковым, Корнетом Коробейниковым. После этого большевики подвозят уже достаточно серьезные части и начинают наступление. И большая часть Якутии была зачищена от партизан, так как якуты все-таки не воины, они охотники в основном. Но, тем не менее, они прекрасно понимают, что последняя надежда это обратиться к белым, которые еще находятся во Владивостоке. Поэтому во Владивосток поезжает Петр Куликовский. Следующее фото, по-моему, это следующее будет. Да, вот. Петр Куликовский, его избирают главой правительства Якутии, я не буду сейчас в подробности выдаваться его должностей, чтобы ими не занимать. Если проще говорить, то глава правительства Якутии, его избирают якуты, тунгусы и уполномачивают обратиться к белому руководству. Он побывает в итоге во Владивосток в 1922 году, конец марта, и подает прошение о включении Якутии в состав в Пайамурского государственного образования, как официально называлось вот это образование вокруг Владивостока под руководством братьев Меркуловых. Братья Меркуловых принимают Якутию официально состав этого образования, но, собственно говоря, особо помочь они ему ничем не могут, тем более, там уже назаевает внутренний конфликт между правительством Меркуловых и войсками, которые им должны подчиняться. в итоге происходит переворот очередной, Меркуловых свергают, затем появляет генерал Диталекс, который настаивает на проведении Земского собора, который открывается в июле 1922 года, достаточно успешно этот собор происходит, и 5 августа генерала Диталекса избирают воеменным диктатором, затем 8 августа его полномочия подтверждаются, и он на следующий день после закрытия Земского собора называет себя земским воеводой, воеводой земской рати, и когда уже к нему обращаются, он поддерживает помощь Якутии, но опять же какую-либо реальную помощь оказать не может, даже ни одно орудие не было передано. В итоге саму Куликовскому советуют поехать в Харбин и договориться там с генералом Пепеляевым, который там находился без дела, фактически без такого военного дела. У Пепеляева помимо артелей в Харбине также был воинский союз организован, и позже вот, поимерно, Ровск вот таким же лекалом будет создаваться, и когда к нему поезжает Куликовский, он долгое время сомневается. Гражданская война много сил забрала, прямо скажем, у Пепеляева, он был потолесен народным бедствием, но вот когда ему сам Куликовский излагает, что, дескать, вас люди просят, народ просит помочь им, он соглашается, и в эти дни ему исполняется 31 год, 15 июня ему исполняется 31 год, и уже точно известно, что в этот день он был согласен, потому что он прямо на своем дне рождения поисупруге заявил, что он готов возглавить поход, то есть еще до этого наверняка он ее об этом поеду поедил, то есть он уже принял такое решение, часть людей было набрано в Харбине, часть людей набирали во Владивостоке, всего набрали 720 человек, этот отряд официально назывался милицией татарского пролива, чтобы ничего раньше времени не поняли, ни большевики, ни кто иной, и этот отряд уже собрался непосредственно во Владивостоке, и в ночь на 30 августа отпыл на двух кораблях, батарея и защитник, следующая фото, да, как раз генерал Топеляев, это уже 19 год, в общем, собственно говоря, он отправляется со своим отрядом в плавание по направлению Каяну, это происходит в ночь на 30 августа, поэтому для всех кораблей, к сожалению, не хватило, он берет с собой 533 человека и прибывает 6 сентября в Айян, это уже непосредственно фактически Якутия, но когда он туда прибывает, перед ним встает впервые вопрос, что делать, идти дальше или поворачивать обратно, дело в том, что прибыв туда он узнает, что восстание в Якутии фактически подавлено, то есть новая реальность до него, он туда отправлялся, когда знал, что вся Якутия охвачена восстанием, тут восстание уже подавлено, небольшая группа повстанцев находится непосредственно в Айяне во главе с корабельником, небольшая группа повстанцев находится в Охотске, двое суток он проводит совещание, думает, что делать, оставаясь на кораблях, тем не менее сходит на берег 8 сентября, после чего корабли отправляются обратно за оставшейся группой во главе с генералом Вишневским. Давайте я сразу вам фотографии покажу, следующее фото, это вот генерал Вишневский, он был помощником Пепеляева, они были знакомы еще вот с того восстания в Томске, они в одной группе были, следующее фото, а это генерал Ракитин, вот вместе с генералом Ракитиным изначально отправился в Айян Пепеляев, а Вишневский, он оставался непосредственно во Владивостоке, пока корабль не прибудет, чтобы уже вторым рейсом отправиться в Айян, следующее фото, вот это вот канонирка батареи, на которой как раз Пепеляев и прибыл в итоге в Айян, следующее фото, ну не, можно пока вернуть обратно на Пепеляева, ну и вот собственно говоря, впервые он принимает такое тяжелое решение, что надо идти дальше, в изменившихся о реалиях, он проводит народный съезд, точнее не он, а больше Куликовский, проходит народный съезд, съезд тунгусов и якутов, которые выражают полную поддержку генералу Пепеляеву, и Пепеляев с группой в 480 человек в итоге идет дальше на Нилькан, его план был таков, дойти до Нилькана, разбить отряд, красный отряд Карпеля в Нилькане, и захватить его корабли, на которых он туда парил, после чего пройти вниз по реке, ближе к Якутску, высадиться, ну и далее действовать уже в боевом порядке, но большевиков поеду-поредили, буквально за несколько часов они покинули Нилькан, и там оказался Пепеляев фактически в ловушке, целый месяц он там находился, то есть съели все, что можно съесть, вплоть до ремней с одежды, потому что там стоял голод, есть там было нечего, только через месяц открылось санное сообщение, в санях возвращается обратно в Аян Пепеляев, и там он уже встречается с Вишневским, который туда прибыл наконец-то, Вишневский успел отправить генерала Ракитина в Охотск, чтобы он там создавал новый отряд, и вот затем они уже выдвигаются с обозом продуктовым, которым снарядили тунгусы и якуты, в Нилькан, и под новый 1923 год они все оказываются в Нилькане, и вот в Нилькане встает вновь выбор перед Пепеляевым, что делать дальше, когда он узнает на Новый год фактически, что части генерала Дитарекса покинули Владивосток, и он остался единственным фактически командиром Белой части на территории бывшей Российской империи, что делать, возвращаться обратно или идти дальше, и он принимает решение все-таки идти дальше, в итоге я сейчас все подробности этого перехода, похода рассказывать не буду, они занимают ОМГУ 4 февраля 1923 года, с этого фактически и начинается противостояние Пепеляева против большевиков, к тому моменту большевики уже высылают вверх группу строда, которая должна связаться с Пепеляевым и предложить ему сдаться, так как нигде белых более нет, они фактически оборечены по мнению большевиков. Пепеляев отказывается от данного предложения, прибывает 7 февраля в ОМГУ и ставит задачу 15 февраля начать наступление на город Якутск. Далее, после взятия Якутска, должны были идти в Сибирь, где у Пепеляева была огромная популярность, любовь населения, планировали поднять Сибирь, ну и вот уже далее наступать в центр России. План был достаточно хороший, можно сказать, не учли только одно, что восстания уже активные были подавлены, большинство людей, готовых сражаться, уже были так или иначе уничтожены, поэтому население боялось, поэтому, как только белые высадились в Якутии, сразу советское правительство меняет свое отношение к Якутам, обещают свободные выборы, амнистию всем повстанцам, то есть делают все шаги для того, чтобы заставить Якутов поимириться с советской властью, и в первую очередь якутская интеллигенция как раз-таки повернется обратно в сторону Советов, несмотря на то, что только что сама эта интеллигенция призывала генерала Пепеляева им помочь, собственно говоря, вот Якута как раз руководство фактически и поредало генерала Пепеляева первым, тем не менее он отдает приказ идти на Якутск, но тут в ситуацию вмешивается отряд Строна в 282 человека, этот отряд берет такое селение Сосыл-СССР, это происходит 13 февраля, на следующий день генерал Вещневский, можно на одно фото, раньше, нет, наоборот, раньше, генерал Вещневский с небольшим отрядом узнает о том, что в Сосыл-СССР находится Строт, и он его на рассвете ночью атакует, атака была стремительная, весь обоз Строда был уничтожен, каждый седьмой солдат в отряде Строда был убит, данные самого Строда, Строд был ранен в легкое, до утра шел бой, но разбить полностью отряд Строда не удалось, его Вещневский обложил, когда на следующий день поебал туда Пепеляев, Пепеляев дал 45 минут на размышление, в 1 часов 15 минут он объявил 45 минут на размышление, после чего мы атакуем, в итоге попросили большевики дать еще 4 часа на размышления, Пепеляев согласился, за это время они обложились специальным, из кизяка сделали, из таких блоков кизяка сделали себе укорепление, обложились этим кизяком и его замерзшего не пробивали фактически даже пульт, тут хотя бы одно орудие надо было, чтобы разбить эти укорепления, Пепеляев все прекрасно понимал, он не пошел на шторм, на штурм после исхода этого времени, после чего он оставил генерала Вишневского, чтобы он стерег Строда, а сам с основными силами ушел в сторону Якутска на разведку, только через 4 дня Пепеляев вернулся обратно и увидел, что Строд никуда не ушел, он специально сделал такую вот возможность, чтобы Строд смог уйти, если он захочет, Вишневскому было приказано не мешать ему, с одной стороны, стеречь, наблюдать за ним, но не мешать, если он попытается уйти к своим, дать ему возможность туда выйти, но возвратившись, Пепеляев узнал, что он никуда не ушел, в итоге 18 февраля произошел первый штурм СССР, СССР, с двух сторон атаковали Белый, с одной стороны Пепеляев повел войска, с другой стороны Вишневский, хотя войска, сами понимаете, громко сказаны, изначально всего 720 человек было, тут может чуть больше было за счет присоединившихся якутов, но все-таки опять же якуты это непрофессиональные воины, которые могут штурмовать какие-то укорепления, бой был ожесточенный, сам Строт позже писал в своей книге, что было такое впечатление, что вот-вот покойники закоричат, больно мне, больно, потому что красные подтягивали себе для укорепления не только кизяки, но и труп погибших солдат, и белых, и красных, и конечно жуткая картина была, прошло не заподробности, чарепа раскалывались от пуль, и видно было застывшие и замерзшие мозги у людей, и штурм просто был тщетным, взять не удалось в такой ситуации укорепление, после чего Пепеляев фактически не атаковал, почему он ждал, что он ждал, он ждал, когда генерал Ракитин с отрядом в несколько десятков человек возьмет укорепление Чурапчи, село Чурапчи, там было несколько орудий у Востовецова, их надо было у него отбить и повезти хотя бы одно орудие, с помощью которого можно было разнести укорепление, потом захватить само село, но эти орудия так и не смог повезти Ракитин, он не смог взять Чурапчи, наоборот, якуты через некоторое время разбежались по домам, видят, что никакого успешного наступления фактически на Якутск нет, а тут им обещают все блага, что все поменялось, идите домой, и вот генерал Ракитин, оставшись только с несколькими русскими офицерами, вернулся обратно в Охотск, поэтому орудия так и не подвезли, и 26 февраля поступает информация генералу Пепеляеву, а можно на фото назад, чтобы Пепеляев был, поступает информация генералу Пепеляеву, что вышли два отряда против него, отряд Байкалова и отряд Курашова, вот два этих отряда идут Камге, где находился гарнизон полковника Андреса, опять же, не более 200 человек, по некоторым данным, даже примерно 150 человек там было, и идут непосредственно к СССР, с СССР, поэтому Пепеляев бросается навстречу Курашову, чтобы разбить в начале его отряд, ночью, в ночь на 27 февраля Пепеляев атакует Курашова, первый в бой идет рота полковника Сурова, бой ожесточенный происходит, и буквально, вот опять же, вот несколько шагов, зачастую в гражданской войне, буквально несколько шагов не хватало для того, чтобы вся история поменялась кардинально, вот когда меня спрашивают, были ли шансы у Белы, да были шансы, и не раз были шансы, и когда летом 17-го года будущий атаман Семенов предложил расстрелять руководство большевиков, а полковник Муравьев, будущий красный командующий, тогда еще просто офицер, служащий в Петрограде, попросил разрешения у Брусилова, несмотря на то, что Семенов просил у Брусилова, вот они впутывают, знают, что Брусилов заполетит, и Брусилов заполетил, вот вам первый шанс, потом масса шансов была, и опять же, Корнилов, и не только Корнилов, шансы были, но, к сожалению, история пошла так, как она пошла, и вот тут буквально низко шагов в одной из атак белые не дошли до пушки, им не хватило низко шагов, чтобы захватить одну из пушек у Курашова, после чего его повезли бы, разнесли бы укрепления у Строда, вот эти импровизированные, и пошли дальше на Якутск, но на Якутск можно было и так на самом деле идти, просто бросить Строда и идти на Якутск, в такой ситуации он бы не смог бы гнаться за Пепеляевым, но вот почему-то Пепеляев, что называется, уперся, и решил, пока он не разобьет Строда, он не уйдет, чтобы не подставлять якобы Строду тыл, ну вот так оно получилось, да, спасибо, вот так оно получилось, в итоге, соответственно, и тут шанс был упущен, орудия захвачена не было, и на рассвете просто белые и красные разошлись в разные стороны, потому что бой дали, и они не решились продолжать, потери были значительные, через сутки, 28 февраля, бой повторился, и тут, опять же, ни одна из сторон не смогла достичь желаемого эффекта, но потери были серьезные, особенно у красных, поэтому, Курошов, докладывая командованию своему, какие потери, не назвал численность, сказал, потери серьезные, и после этого боя, Пепеляев стал ждать еще сутки, отдохнуть, и 2 марта дать еще один бой, но 2 марта все изменяется, второй от Красной, это от Байкалова, с двумя орудиями, подходит к Амге, где находился полковник Андерс, там находилось якутское правительство, во главе с Петром Куликовским, только что туда поехавшим, и Красные утром идут на штурм Амги, вначале открывают артиллерийский огонь, но толку от него никакого не было, они даже по своим могли попасть, с такой стрельбой, после чего они атакуют Амгу, преимущество Красных по численности было где-то в 2-3 раза, в итоге, сходу не удалось им взять, Амгу командовал штурмом чекист Карпеля, но он скорее повык к бродразверстке, а вот к таким вот боям, к таким штурмам он не повык, и он практически сразу поскакал к Байкалову с просьбой дать ему подкрепление, Байкалов это подкрепление ему не дал, после второй подобной просьбе он его снял и назначил вместо него командовать штурмом своего брата Ивана Жарных, на самом деле Байкалов не был Байкаловым, Жарных не был Жарных, они оба имели фамилию не Кунде, а не Латыши, в итоге штурм продолжился, и по мере продвижения, по мере хода боя, Красным просто стало жарко, они стали сбрасывать себя одежду, идя по пояс снегу, они сбрасывали себя одежду, и это в том числе оказывало психологический эффект, когда белые видели, что они косят непорядителя, а его меньше не становится, он падает, но меньше не становится, позже некоторые как раз именно об этом и говорили, это отмечали, в итоге Красным все-таки удается, используя свое поимущество, ворваться в ОМГУ, полковник Андерс группой примерно в 20 человек врывается и уходит к своим, еще несколько групп прорвалось из ОМГИ, последний пункт сопротивления, это была больница, где располагались раненые и красные военнопленные, и белые раненые, вот там дольше всего сопротивлялись, когда подъехал Жарных, пытаясь заставить их сдаться, кто-то из офицеров выставил у него Жарных погиб, позже, как только захватили эту больницу, Байкалов лично расстрелял двух офицеров, которых он посчитал виновными в смерти своего брата, и вот что интересно, остальных офицеров не расстреляли, но видать, судя по всему, для того, чтобы дать понять, что могут сдаваться белые, ничего им не будет за это, но что интересно, стоит отметить, расстреляли вот тех красноармейцев, которые перешли к белым и сражались на их стороне, вот их расстреляли. После этого Куликовский, который там находился, глава правительства Якутского, он бежал, он успел скрыться, его искали несколько дней, только 5 марта он весь замерзший, в пальто вышел из стога сена, где он порядок, и попросил помощи у користьянина, а тот повел к нему большевиков. Повезли Петра Куликовского обратно во МГУ, и вот что дальше произошло, это большой вопрос. Непосредственно сам красный командующий Байкалов писал, что якобы он поленил сильную дозу наркотиков и от этого умер, специально себя отравил, позже он даже пытаясь сложить себя любую ответственность писал, что он якобы уже отравленный у них в плену оказался. Ну а вот друзья Куликовского по партии эсеров, а именно Зинзинов в эмиграции писал, что Куликовского забили на допросе. Но я это могу допустить, потому что на самом деле когда они вошли во МГУ, первым делом искали Куликовского с кайками где эта слепая сука. Он плохо видел Данином. Куликовский действительно был очень интересной фигурой, если в двух словах говорить, издворян в городской губернии учитель Сергеевского училища в Санкт-Петербурге бомбист, член боевой группы Бориса Савинкова, именно он должен был бросать бомбу Сергея Александровича Великого князя, если что-то не получится у Каляева. Но он эту бомбу не бросил. Позже реабилитируясь пришел в здание, где располагался кабинет градоначальника Москвы графа Шувалова и застрелил его прямо там. За это Куликовского поиговали к смерти, но заменили смерть на пожизненную кадру в Акатуйской тюрьме, где он всего пять лет пробыл. Он там преподавал различные языки иностранные и грамматику также преподавал, после чего в 1911 году был переведен на поселение, ставил различные спектакли, был кумиром местной молодежи и после революции как раз выступил против большевиков. Вот такая фигура была. Правда, опять же, когда большевики туда изначально пошли, он по них прожил буквально год, планировал постройку тракта, но тракт до сих пор кстати не построен там, хотя столько лет прошло, но сам Куликовский все распланировал, даже машины придумал, как что поднимать камни, чтобы все это построить. Так что вот такая вот фигура была, которая, можно сказать, отчасти символизирует различные парадоксальные явления переплетения 20 века в нашей истории. Ну вот, собственно говоря, сам генерал Пепеляев после того, как узнал о том, что Амга пала от генерала Вишневского, который в осаде держал, имея там буквально 30 русских дружинников и несколько десятков якутов, держал в осаде строда, от него узнает Пепеляев о том, что Амга пала, а после чего покидает Усть-Лабу и идет на Петропавловское, куда тоже приходит Вишневский. 9 марта они там собираются, несколько дней отдыхают, Пепеляев говорит, все как есть, что будет пытаться прорваться в Китай, но шансов на это не так уж и много и дает возможность всем желающим остаться. Из русских всего 60 человек осталось, остались многие якуты, остальные в общей сумме около 400 человек получилось после поеду Теваян пошли вместе с ним до конца. И вот им предстояло пройти 600 верст от села Петропавловское до Амги, если точнее до Аяна если смогут пройти, то есть шанс на спасение, если не пройдут, то шансов никаких нет. Вначале шли на Нилькан, и там красные должны были им перерезать дорогу, но они не перерезали, видать, побоялись это сделать, а от этого Старицова пустился в поисследование, поисследовал их, но в итоге так и не смог им помешать. И вот пройдя 600 верст на Пасху 8 апреля прибывает Пепеляев в начале в поселение Нилькан, и вот за эти 600 пройденные в течение всего лишь навсего месяца он потерял всего двух человек. Одного прапорщика от ранения, он был ранен, его не удалось вывести, второй солдат с голоду молодой солдат был, объелся зерна сырого, и тоже его не удалось вывести. Парадоксально, всего двое человек было потеряно, два человека было потеряно за это время. Ну, затем Пепеляев уходит на Аян уже, и там планирует дождаться начала, пути сообщения по морю, и попробовать договориться с каким-либо кораблем, который туда поедут, чтобы их оттуда вывезли. Но сам параллельно строит лодки, планировалось 15 лодок построить специальных морских, чтобы людей в случае от Охотска, где был генерал Ракитин, капитан Михайловский, там мало людей было, он оттуда высаживается от этого столицова с корабля, поэтому они заходят не со стороны моря, откуда их ждали, с другой стороны, атакуют, врываются. В Охотск Михайловский попадает в плен, часть офицеров вбежала, часть дружинников вбежала, кто жил, находился за городом, стоял, они успели пробиться и уйти, вот кто были в городе, их захватили. Генерал Ракитин сам был на охоте и его там попытались захватить, он послал Денщика узнать, что происходит в городе, Денщика заставили повезти к нему красных, когда они туда пришли, попытались его захватить, но он выстрелил себе в живот из ружья и вскоре скончался, не давая себе сделать перевязку, 7 июня скончался, а вот Пепеляев сам находился в Аяне в это время и строил лодки, чтобы хоть как-то оттуда выехать и когда там появились красные, конечно, тоже была неожиданность, потому что они высадились в 60 верстах от Аяна, чтобы их появление не было раскрыто заранее и ночью 17 июня окружили дома, в которых находились белые, часть белых была непосредственно в Аяне, часть в селе Уйка, у тех, кто были в селе Уйка, их не окружили, окружили те, кто был в Аяне и постучались в двери Пепеляеву. Пепеляев, когда спросил, кто там, услышал, что это красный командир восторецов, сдавайтесь, было ему сказано, он выглянул в окно, увидел, что везде красные вокруг, и когда следующим после восторецова заговорил его полковник Варгасов, захваченный в Охотске, он понял, что действительно Охотск упал, и вот, собственно говоря, у него было несколько мгновений, чтобы решить, что делать, и он понимал, даже если он выскочит в окно и бросится к комендантской команде, которая уже подготовилась к бою, то большинство людей погибнет, потому что вырваться будет сложно, даже если вырваться, это будет медленная огонь, и он отдает поиказм сдаться. Полковник Сайфулин пытался организовать сопротивление, его ударили по голове, ранили еще одного офицера штыком, но группа белых уже успела прорваться и уйти в Уйку. Где в это время строилась рота капитана Севко, чтобы оказать помощь своему командующему, но к ним прибыл Владимир Чик с приказом сдаваться. Часть белых сдалась, часть отказалась это сделать, всего красные сваляя со списками численность. Дружины Пепеляева недосчитали 140 человек, которые ушли. Судьба у всех была по-разному, кто-то смог пробраться за границу, кто-то погиб, в общем, судьбы разные были у этих людей. Самого Пепеляева доставляют во Владивосток, следующее. Вот пролистайте, там фото будет общее. Вот. Вот как раз, прошу прощения, меня отсюда плохо видно. Да, вот как раз Пепеляев под арестом находится, он в центре сидит, Пепеляева здесь на фото, возле него капитан Михайловский сидит, Пепеляева доставляют и судят, вначале поиговаривают к смертной казни, затем эту смертную казнь заменили на 10 лет заключения. Когда подошло время его освобождать, его не освободили, ему накинули еще три года, поэтому первые года он просидел в Ярославском политизоляторе, следующее фото. Что тут можете смотреть? Да, вот. Да, это вот общее общее фото, на скамье подсудимых они находятся, следующее фото. Вот это Ярославский политизолятор, следующее фото. И вот Пепеляев после освобождения. Пепеляев в итоге просидел целых 13 лет, два года первые в одиночной камере и тут его внезапно вызывают в Москву, привозят в Москву в январе 36-го года по его заветову в Москву и на Паймую ведут Гаю. Гай его допрашивает, после чего его отправляют обратно в Будырку. И вот уже прошел день его ареста, то есть опять уже 13 лет исполнилось, и он не освобождает. Но внезапно его 4 июля повторно вызывают Гаю и 6 июля освобождают. Но вот это освобождение было специально сделано для того, чтобы потом организовать дело, что якобы он создал контрреволюционную офицерскую организацию. Но так получилось, чтобы до времени был арестован и Ягода, и сам Гай, и сменило все руководство советских спецслужб, поэтому в течение года про него никто не вспоминал. Этот год он провел на свободе. Потом все-таки он был арестован, произошел это 21 августа 1937 года уже в городе Воронеже, где он проживал на свободе в течение этого года и писал своей жене в карбин с просьбой, чтобы она к нему поехала. Вот, пожалуй, что самое чудовищное по упоминанию гражданской войны все подсчитывают потери, о боях говорят. А вот тут самое чудовищное, когда вот я читал его письмо, которое он отправлял своей супруге, как он надеялся, что он ее увидит, и он откладывал любые копеечки, которые у него появлялись, на то, чтобы она поехала, чтобы ее принять, человек имел надежду, надеялся, а за его спиной все было уже решено. Пожалуй, вот это самая чудовищная эта игра человеческими судьбами. И в итоге его арестовывают, обратно на свободу его же, конечно же, не отпустили. Он был расстрелян 14 января 1938 года. Вместе с ним расстреляли одного из его братьев, и всего по этому делу, по разным оценкам, пошло до 20 тысяч человек, которые, конечно, друг друга зачастую вообще даже не знали. Сфабриковали целое огромное дело, по которому Пеляева и расстреляли. Он был реабилитирован, что интересно, еще в 1989 году двое его детей также провели в заключении достаточно продолжительное время, их вывезли сюда, точнее, одного из сыновей старшего сына вывезли, да, один сюда поехал, одного насильно вывезли, пробыли они долго в заключении, но вот уже умерли фактически в нашей аварии в 90-е годы. Следующее фото, давайте просто фото покажем, это вот Бутырка, следующее фото, а это вот Пепеляев после освобождения, следующее фото, это его родной брат, который был медиком, зачастую Пепеляева с ним путают, Анатолия Николаевича с ним путают, его арестовали 23 июня 41-го года, 24-го мая 46-го года он скончался в заключении, следующее фото. Можно пролистать, это брат Пепеляева, вот тоже, вот часто путают, если вы видите эту фото, такую фотографию с подписью, что тут Анатолий Николаевич Пепеляев это ошибка, это его родной брат, следующее фото. Ну тоже его брат, следующее фото. Это вот как раз супруга, Нина, супруга Пепеляева Анатолия Николаевича и двое его детей, следующее фото. Это вот дело, личное дело старшего сына, это как раз после освобождения уже они с матерью в галерах находится все вот и лавры следующий следующее это вот сын старше ну а это уже ныне здравствующие внук анатолия николаевича пепеляева у старшего все ввода детей не было воду лавра были дети вот это внук на фото и правнук это вот открытие таблички памятные воронежа которым сорвали через несколько месяцев сняли следующий а это вот такой мурал в самом томске был сделан недавно посвященный пепеляеву так что память об этом человеке живет в этом году мы делали целый вечер ему посвященный 2 марта был вечер в старича с лином юзефовичем автором книги по анатолию пепеляеву и оя и по якутскому походу и вот впереди еще в июне обязательно будет вечер нему посвященный так что подробно там о пепеляеве можно будет узнать ну и так кому интересно конечно можете найти в интернете проект забытая россия денис романова 28 апреля позволите небольшой анонс будет вечер посвященный генералу капель в доме русского зарубежья по мотивам книги вот можно просто долистать до фотографиями пепеляеве начало в 19.00 вход там свободен свободный приходите с удовольствием буду рад каждого видеть ответить на ваши вопросы так что дом русского зарубежья на таганске следующий фильм с вами по мотивам книги юзефовича следующий вот можно просто долистать до фотографии пепеляев на на этом тогда и закончим